Очередная встреча, главной темой которой стала обсуждение экологической картины города над Бугом, прошла в Брестском горосполкоме. Инициатором и куратором выступил глава города Александр Рогачук. Вместе с тем, учитывая широкий общественный резонанс, связанный с темой строительства аккумуляторного завода, мероприятие разделили на две части. Цель первой – определиться со стратегией создания платформы онлайн-мониторинга экологического состояния города над Бугом и обсудить потенциальные возможности. Что можем сделать мы в городе Бресте? Не только в привязке к определенному заводу, в создании эффективной системы экологического мониторинга города, помимо существующей государственной системы и производственного контроля, в рамках проекта «Симбио-Сити», в рамках нашего желания сделать город Брест инновационным и в рамках тех наработок, которые уже есть. По информации экологических служб, в Бресте 2943 потенциально опасных стационарных объектов, которые производят вредные выбросы в атмосферу. Главными источниками по-прежнему остаются крупные промышленные предприятия и автотранспорт. Ежегодно в воздух попадает до 3000 тонн вредных веществ. Своими результатами и наработками по исследованию экологической составляющей поделились специалисты Полесского аграрно-экологического института. Я предложил руководство свободно-экономической зоны, чтобы расширить ареал отбираемых проб и ареал мониторинга и выйти за пределы санитарно-защитной зоны. Поэтому система отбора проб будет распространена на расстоянии до 2 км от строительства предприятия. Опять же, с большей насыщенностью точек в северо-восточном и по понятным причинам в западном направлении, где расположены поселок Стимово, сельхоз Угодья, санкоза Бреста и Туриналя. Реальный отбор проб почв уже начался и фактически в течение июня, первой половины июля будет завершен. Также во встрече удаленно приняли участие представители компании «Майкрософт», которые предложили свои наработки по программному обеспечению системы мониторинга окружающей среды. Брестские экологи предложили свои варианты. Обычно включают информационную измерительную сеть, которая сама по себе должна проектироваться грамотно, включать все необходимые элементы, сеть передачи данных, элементы, которые тоже вносят определенные ограничения, ну, в центре мониторинга и сеть пользовательских терминалов для всех заинтересованных, служб и граждан. Вместе с тем, сегодня все вопросы по экологии сводятся к строительству под Брестом завода аккумуляторных батарей компании «АйПауэр» и рисками, связанными с его появлением. Горожане и жители пригорода, где возводится предприятие, не хотят жить в опасном соседстве с заводом по производству свинцовых аккумуляторов. Этой теме отвели вторую часть встречи. Меня, как специалиста, любое производство настораживает. Поверьте, пожалуйста. И даже в этом помещении может быть пожар, да, и мы отсюда не очень просто эвакуируемся. Мы планируем, ну, в свете вот, как бы, событий, и мы уже обсудили, во-первых, провести тоже определенные исследования, ну, на предмет с чем сравнивать для того, чтобы иметь какую-то базу лабораторных исследований. И, кроме того, мы включим в наш социально-гигиенический мониторинг, ну, допустим, несколько точек на границе санитарно-защитной зоны и будем отслеживать ситуацию. Надо отметить, что со стороны противников завода прозвучало ряд серьезных аргументов, касающихся отчета о воздействии на окружающую среду, который был проведен итальянским предприятием-аналогом и особенностям будущего производства. Изучив все вот эти нарушения и увидев эти нарушения, что данному заводу в данном месте нет места. Его надо располагать в другом месте, там, где он будет действительно безопасен. Это первое. Второе. Начинать все надо сначала. То есть провести все, сделать расчеты, как положено, получить исходные данные, сделавши правильную научную работу, правильно, с соблюдением законодательства, сделавши весь проект, можно размещать этот завод и контролировать этот завод. Никак по-другому. Итог многосторонней встречи. Руководство города не остается в стороне от проблем, которые волнуют горожан. А инициативная группа настроена получить поддержку и справедливую оценку происходящего. Вопрос экологии не может быть разного мнения. Мы все за то, чтобы дышать здоровым воздухом и жить в зеленом городе. Поэтому это здесь не высокие слова. Значит, что я для себя в этой ситуации как поручим могу отвечать? Я постараюсь. Не постараюсь, а выйду на контакт по поводу наших судебных перспектив. То есть ваше. Вы, жители города, вправе относиться в судебную станцию. И в настоящий момент я сам проработаю и связь с кем-то из вас это понятно, чтобы вы вышли с иском с теми требованиями, которые здесь озвучены.